прежде чем я буду проповедовать я хочу поприветствовать каждого телезрителя по имя иисуса христа и все кто смотрит на сейчас прямой трансляции я благословляю вас во имя иисуса христа и я хочу поздравить сегодня всех мам с этим прекрасным радостным днем мамы поздравляем вас пусть вас бог благословит вам силы любви радости спасибо вам за этот тяжелый труд за это просто непосильный труд а если вы его не будете делать вы будете несчастны и оно и тяжело и оно и благословенно слава богу слава иисусу пусть божий мир сейчас здесь настраивает и создает атмосферу пусть ангелы божьи настраивают атмосферу когда я здесь стоял прославлял поклонялся в моем сердце звучало именно послание господь часто мне дает перед проповедью такое маленькое краткое послание пророческое братья сестры и все кто смотрит нас я вас попрошу одну очень важную вещь следите за своим сердцем вы не представляете как наше сердце лукаво сегодня она любит бога сегодня она поет и буквально завтра она может быть абсолютно остывшим абсолютно холодным и поэтому наша задача смотреть библии в притчах написано больше всего хранимого храни сердце свое наше сердце должно гореть по богу наш у нас должна быть страсть по богу у нас не должно быть привычки к богу ты не можешь привыкнуть ты не можешь привыкнуть к богу потому что он всегда уникальный он всегда открывается с другой стороны у него каждое утро его милость обновляется ты вчера пережил его милость сегодня она обновилась она такая свежая ты что-то сегодня наделал не то он тебя уже прощает я хочу сказать каждому человеку кто думает в адрес бога негативно я вам хочу сказать что бог ваш адрес думает позитивно бог на вашей стороне откуда я это знаю библия говорит что бог отдал своего сына бог не отдал ангела ангела ему легче было бы отдать если он отдал за нас сына это означает что он заплатил вы готовы например за кого-то оплатить долг 10-15 тысяч 100 тысяч евро вы за кого-то можете оплатить да ни за что у вас и у самих таких денег то нету понимать но у вас есть ребенок вы готовы ребенком расплатиться вы готовы женой расплатиться ты что говоришь здесь на нём хочу просто сказать реальность бог расплатился сыном никакими то там деньгами или ангелами или чем-то еще у него знаете бог когда отварил землю он ее и золотом наполнил и алмазами наполнил и нефтью и всем всякими драгоценными камнями. Для него это ничего. Это для нас это драгоценность, драгоценные камни. Для чего это он сделал? Для нас, чтобы нас удивлять. Но Бог за нас заплатил, он нас искупил. Это означает, что он нас выкупил. И чем он платил? Какая цена была у Бога? Его сын. Сын, с которым у него самые замечательные отношения. Они так любят, они уважают друг друга. Там никто не превозносится. И написано, Бог возлюбил этот мир и отдал своего сына. Куда отдал? Он его принес в жертву на кресте. Это не сделали люди, это не сделал сатана, это сделал сам Бог. Просто, конечно, он позволил это людям сделать, но все было по его сценарию, по сценарию отца. А ты спрашиваешь, говоришь, Бог, наверное, против меня. А Бог за тебя. Тебе нужно просто повернуться к нему. Что такое покаяние? Покаяние, это я вам объясняю. Это когда ты стоишь к Богу спиной всю свою жизнь. И потом приходит такой момент, когда ты поворачиваешься к нему. И вот это и есть встреча с Богом. Это и есть покаяние. Теперь ты можешь с Ним общаться, взаимоотношения. Бог не может с тобой общаться, в затылок тебе говорить. Он тогда тебе посылает какие-то обстоятельства в жизнь, которые тебя развернут по отношению к тебе. И Он скажет, ты что еще дальше хочешь мучиться? Хочешь, чтобы хуже в твоей жизни все было? Может, ты ко мне быстрее придешь? У меня-то лучшее. У меня замечательно. У меня для тебя все хорошее готово. И знаете что? Это не сказка. Это настоящая жизнь. Иисус принес жизнь. Послушайте. И жизнь с избытком. Жизнь для нас и избыток для ближнего. Бог, когда приходит, Он настолько изливает нас в свою жизнь, чтобы эта жизнь переливалась. Вот как в стакане, знаете. Вот если его наполнить, и еще и через край переливается. Аллилуйя. Итак, тема проповеди будет называться «Этапы роста христианина». Что происходит с человеком, который приходит к Богу? Вот он осознанно, ну как бы неосознанно, жил без Бога. Жил всю свою жизнь, как все. Как все. Все жили. Все нормальные грешники. Все нормальное общество. И потом ты понимаешь, что ты живешь без Бога. И это самый страшный грех. Иногда, когда мы думаем, какой же самый страшный грех? Самый страшный грех – это неверие. Это когда мы себя лично считаем хозяевами своей жизни. Я хочу так. Я так живу. Я так понимаю. Я так думаю. Это мое мнение. Вот это и есть грех. Потому что представьте, если ваша машина откажется слушаться, когда вам нужно будет помощь от нее вести вас. И представляете, вы сделали свою машину, да? Ваша машина должна призвана служить вам. А у нее вдруг свое мнение. А я не хочу тебя вести. У вас будет конфликт с ней. Вы начнете чинить, разбирать. Потому что она была создана только для того, чтобы возить человека. Человек был для чего создан Богом? Чтобы любить его, заботиться с ним, иметь разговор с ним, общение. И Бог от этого получает удовольствие. Бог, он не то, что как бы у него есть потребность и невосполнена нужда. И он такой сидит одинокий в общении. Бог, он и есть удовольствие. Если кто-то другие получает, они получают от Бога удовольствие. Ангелы, существа на небесах, люди, которые познали Бога. Они, когда общаются с Богом, они понимают, что это источник радости, источник удовольствия, источник наслаждения. Источник всего самого прекрасного и доброго. Так вот, Бог, он и есть этот источник, он дает. И Бог, у него так много любви, так много всего, что он создал человека, чтобы изливать свою любовь на человека и радоваться от этого. Благословлять человека, разговаривать с ним и подарить ему свободную волю. Мы такие думаем, наверное, это Бог сделал все-таки ошибку, что свободу дал человеку. Потому что этой свободой человек пренебрегает. Он думает, что она ему навсегда подарена. Но свобода подарена человеку, свобода выбора, только для того, чтобы посмотреть, что изберет сердце человеческое. Что происходит дальше с человеком, который поверил Богу, покаялся и родился свыше? Призвание каждого верующего – расти духовно, познавая истину. Вот ты прямо сегодня, допустим, уверовал во Христа, покаялся во всех своих грехах, принял Иисуса как личного Господа и Спасителя, с тобой происходит моментально перемена. Духовно ты рождаешься. Называется свыше. Как бы твое рождение происходит в небесах. То есть наверху. Свыше – это наверху. Твой дух рождается. Он как новый, он как новорожденный. И у него появляются вот эти вот новые секундомер побежал. Это как новая жизнь. Как новая жизнь. Вот ребенок рождается, и мы видим, что он родился, и у него есть потребности. И также духовно человек, когда рождается, вместе с ним рождаются потребности. Итак, первое мы будем рассматривать – это покаяние. Первый этап роста христианина – это покаяние, это то, с чего все начинается. Все начинается с осознания. Я живу жизнью бессмысла. Когда человек доходит до этого, тогда он обращается к Богу. И важность в покаянии – это осознание нужды в Боге. Я не говорю и не проповедую о том, чтобы покаяться, надо много нагрешить. Надо быть страшным грешником. Нет. Достаточно увидеть нужду в Боге. Достаточно обратить на это внимание и увидеть, что твоя жизнь не имеет никакого смысла. Все, что ты делаешь, ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. И вот когда ты приходишь в это состояние, а это состояние, которому плавно подводит Бог каждого человека, ты видишь пустоту в жизни. Ты не понимаешь, зачем все. Зачем, для чего. Для чего я здесь, для чего я бегу, учусь, работаю, воспитываю. Все от меня что-то хотят. К чему я стремлюсь, почему я всем все должен и так далее. И человек такой, знаете, запутывается в суете. Он думает, зачем это все надо. И все и рутина, все одно и то же. И человек постепенно подходит, и он не понимает ценности в своей жизни. И вдруг его призывает Бог. Он слышит информацию о Боге, который его сотворил, который его любит, у которого есть счастье, есть радость. И знаете, что самое главное? Смысл жизни человека. Смысл. Есть люди, которые говорят, ну меня родили, значит я должен жить. Какой смысл? Какая разница, какой смысл? Я должен жить, я же не должен умирать. Ну и представьте, с такими мыслями жить. Ну я должен жить. Я должен этому, знаете, я должен служить. Я должен в Бога верить. Ничего ты, по идее, как бы не должен, как долг. Должно прийти осознание, и тогда ты это начинаешь делать. Покаяние – это осознание нужды в Боге. И решение перейти на сторону Бога навсегда. Я видел людей, которые просят Иисуса войти в свое сердце. Они каятся, просят прощения и дальше живут своей жизнью. Они не посвятили свою жизнь Богу. Они просто попросили, чтобы Бог забрал грехи, и чтобы им не пойти в ад. Но они свою жизнь не посвятили Богу. Они живут такой же дальше жизнью, как и жили. Поэтому Иоанн Креститель, он проповедовал и говорил, покайтесь и сотворите достойный плод покаяния. Что такое достойный плод покаяния? Это плоды твоей христианской жизни. Это результаты. Это твоя измененная жизнь, преображенная жизнь, когда другие удивляются и видят тебя измененным. Они тебя знают только с одной стороны. Теперь они тебя видят совершенно новым человеком, более счастливым и добрым человеком. Человек не может покаяться, если его не привлечет Бог. Иногда мы нагружаем человека и говорим, тебе нужно покаяться. И это правда. Каждому человеку Библия говорит, что Бог повелевает ныне всем людям покаяться. Но поймите такую еще вещь. Когда мы говорим человеку, тебе нужно покаяться, это не означает, что вот то время, которое ты назвал, его должен привлечь Бог. Если через тебя привлекает его Бог, то ему действительно нужно это моментально сделать, сразу помолиться с тобою. Но мы должны понять, что Бог привлекает человека. И это время, это полнота времени. Мы не знаем, когда это время. Иоанна 6, 44. Никто не может прийти ко мне, Иисус говорит, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Вы понимаете? Что мы не можем даже к Богу прийти, это не наше решение. Это призыв Бога. Покаяние, оно настолько важно, что с этого все начинается. Без покаяния не бывает рождения свыше. Иисус сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. После возрождения у верующего появляется духовный голод и жажда к духовным знаниям. В этот момент верующий ищет встречи со зрелыми верующими, которые могут наставить его. Он тянется к духовным знаниям. Состояние новорожденного, духовно рожденного, не физическое, духовно рожденного, это брать, брать и брать. Он только берет, он только берет, он только берет. И я вам скажу, это нормально. Это его возраст, принимать и впитывать. Он сейчас как будто бы пустой. Он так хочет все знать. Ему так интересно. Знаете, есть симптомы рожденного свыше человека. Он хочет идти на молитву. Он хочет быть в собрании верующим. Он хочет быть там, где проповедь звучит, где говорят о Боге. Он хочет петь Иисуса. Раньше он этого не делал. Он просто и вообще не знал, что такое можно делать. Он таких слов не знал. Аллилуйя, братья и сестры, Господь, Иисус, Дух Святого, помазание и так далее. Он не знал. Теперь для него это все стало родным. Он адаптировал это все. Это стало его сутью. И вот первый, первый этап возраста христианина это покаяние. Когда человек осознает нужду в Боге и обращается к нему. Вот как тот грешник, висящий рядом с Иисусом на кресте. В чем его плюс был? В чем его плюс? То, что ему никто не запрещал к Иисусу обращаться. Представляете? Никто не перекрыл ему доступ к Иисусу. Он был бандит. Он был страшный человек. Он много сделал боли и зла людям. Но доступ к Иисусу ему никто не закрыл. Его лишили жизни. Он умирал на кресте. То есть процесс пошел. Все. Это медленная смерть. В течение нескольких дней. Он точно умрет. Все это знали. И он это знал. И представляете? В последний момент он осознает нужду в Боге и обращается к Иисусу. Представьте, какое счастье. У тебя высшая мера наказания. Все. Ты понимаешь, что ты плохой. Ты уже не споришь ни с кем. Ты не говоришь, меня несправедливо наказали. Все справедливо. И вдруг только Иисус тебя принимает. Все тычут пальцем и говорят, ты плохой, ты плохой. Это за грехи твои. Мучайся. И только Иисус, к тебе поворачивает взгляд свой, говорит, истина, истина. Сегодня же будешь со мною в раю. Представьте. Вот оно покаяние. Это осознание нужды в Боге. Когда человек покаялся, на этом все не закончилось. Я вам хочу как бы показать разницу между раскаянием и покаянием. Многие люди думают, что у них покаяние было. Но на самом деле это было раскаяние. Раскаяние – это просто сожаление о содеянном. Но это не поворот. Покаяние, на самом деле, это поворот на 180 градусов. А раскаяние просто «Ой, прости меня, пожалуйста. В следующий раз я буду аккуратнее». Понимаете? Он не хочет измениться. Он не хочет оставить этот путь. Он просто осознает, да, была ошибка, как Иуда и Скориот. Он написано, пришел к священникам, в храм, как положено. Мы так думаем. Вот так и должно быть. В храм пришел, исповедовался и сказал, вот эти деньги. Я пролил виновен в пролитии крови невинного, кинул им эти деньги обратно, которые от них взял. Кажется, человек покаялся. Но нет, он пошел и повесился. Так если он покаялся, зачем вешаться? Бог же прощает. Бог Петра простил, простил, написано, он отошел, горько плакал. Он отказался от Иисуса. Петр сделал хуже грех, и Бог его простил. Иуда всего лишь указал, вот этот, поцеловал его, и все. А вот Петр, написано, он покаялся, он отошел и горько плакал. Написано, что он был с Иисусом дальше. А Иуда, он самоубийством закончил жизнь и пошел в ад, как и пророчества о нем и говорили. Итак, первый этап – это покаяние. Мы прошли его с вами, надеюсь, кто-то еще встретится с этим. Следующий этап роста христианина – это вера в Бога. Вера в Бога включает в себя личные взаимоотношения с Богом и познание Его. На первом этапе мы все получаем от человека. Так мы не знаем Бога. Какого нам Бога расскажут, какой Он, мы в такого и верим. И мы все доверяем человеку и старшим, кто учит нас, кто говорит нам, кто открывает Библию, и рассказывает, дает нам Анвара, мы все верим на слово. А что, не так, что ли? А в школе как? Стоит учительница, и она объясняет ребенку. Ребенок, он вообще ничего не знает, поэтому он полностью верит ей. Он ее не может проверить. А вдруг она неправду говорит? Вдруг она неправильно учет? А он на такого даже мысли не приходит. Если учительница стоит в школе, учит, значит, правильному учит. Значит, я буду слушать. Потому что ребенок ничего не знает. Так же и здесь. Человек уверовал, обратился к Богу. Он ничего о Боге не знает. Ему так все интересно. Он так хочет слышать. Он хочет больше, больше и больше слышать. Но потом зрелые служителя, зрелые верующие такого новообращенного человека больше и больше направляют в личные взаимоотношения с Богом. И вера в Бога включает в себя не просто «О, я верю, где-то есть Бог в космосе». «О, я верю в существование Бога». Вера в Бога, она подразумевает себя отношение с Богом, доверие Богу, знание Его. То есть личное изучение Писания. Вера в Бога включает в себя личные взаимоотношения с Богом и познание Его. Не просто ты уже от человека слышишь, ты теперь слышишь Бога лично. Лично. Вот когда ты родился ребенком, ты был у мамы с папой. Мама с папой с тобой разговаривали. С тобой не разговаривал какой-то дядя, и не говорил тебе, знаешь, у тебя есть мама с папой. Нет, мама с папой стояли и с тобой разговаривали, заботились о тебе и так далее. Вера в Бога это правильный и надежный фундамент. Почему? Потому что я доверяю Богу. Вот что такое верие. Это вера, это доверие Богу. питание верующего. Питание верующего. Когда человек начинает верить в Бога, у него появляются потребности, которые нужны, должны восполняться. И это питание. И это питание. Из чего оно состоит? Оно состоит из Слова Божьего, молитвы и прославления. Обязательно. Мы не просто читаем Библию, мы читаем Библию, мы размышляем над ней, мы молимся, чтобы Господь открыл нам свое слово. И вот откровение, когда мы вдруг получаем открытие, и нам становится понятным, доступным и ясным, то, что нам раньше было закрыто, это и есть питание. Иисус говорил, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом. То есть, словом реальным, актуальным для тебя сейчас. Оно живое. Для тебя сейчас. Написано, словом Божьим будет жить человек. Псалтирь 33.9 говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Если мы просто остаемся на первом этапе, нам люди интересны, нам помазанные люди интересны. Это говорит, что мы настолько еще далеко от личных взаимоотношений с Богом. Ну, а слово Божье, Псалом, да, вот Давид, призывает. Вкусите и увидите. Вкусите. За меня никто вкусить не сможет. И если кто-то вкусил и мне рассказывает, мне это все равно не дает удовольствия. Потому что я должен сам попробовать. Я должен сам поесть. Вот представьте, я голодный. И кто-то такой выходит и говорит, я это классно поел. Вообще так вкусно поел. Слушай, ты будешь вообще радостный от этого, что кто-то вкусно поел? Да ты в печаль войдешь. Даже если ты общаешься с верующим, с зрелым верующим, он классно тебя вдохновляет, но ты заметишь, что он тебя прививает к Господу. Он как детоводитель, он как, знаете, как воспитатель, который тебя немножко смотрит за тобой, вдохновляет тебя с человеческой точки зрения, выполняет тоже свою хорошую роль. Но он тебе говорит, вкуси Бога. Ты можешь лично вкусить. Иначе этого местописания в Библии не было бы. Вкусите, увидите, как благо Господь. А многие люди, они Бога лично не вкусили. Все, что они знают о Боге, это только от слов верующих. Их настоящих верующих. Это хорошо. Но что-то должно двинуть нас дальше, чтобы мы лично пережили Бога. И вот когда я лично пережил Бога, его доброту, что толку мне говорят, Бог тебя любит. Я должен это прочувствовать лично. Вот это тогда приходит вера ко мне. Что толку говорят, Бог добрый. Я должен сам убедиться в этом. И Библия к этому и призывает, что сам практически проверь это. Проверь. Тебе говорят, а ты возьми и проверь. И ты увидишь, насколько это правда. Вера в жизни каждого верующего призвана расти. Как мы только поверили в Бога, это был самый первый этап. Мы его позвали, а ведь мы даже не знаем, кто он на самом деле. Нам сказали, что две тысячи лет назад Иисус умирал за наши грехи, за наши преступления, и воскрес, чтобы нас оправдать, и чтобы привести нас к Отцу, в небеса, и чтобы у нас была духовная семья, церковь на земле, и что Бог хочет действовать. Но вера, она должна расти, и у нее предела нету. Пока мы здесь будем на земле жить, наша вера каждый день может увеличиваться и расти. Всему свое время. Время было в детстве, но вы-то уже не в детстве. Вы уже бабушка. Уже бабушка, уже надо думать не только о детях, уже и о внуках. И ты понимаешь, тебя все хотят, от тебя все хотят. Так это классно. Какой смысл тебе? От тебя никто ничего не требует, от тебя никто ничего не хочет. Такой вообще, никто в тебе не нуждается, никто помощи не просит. Человек такой, значит, наполнен талантами, дарами, ресурсами. И никто его не просит. Ни о чем. Он страдает. Он тогда ищет смысл жизни. А какой же смысл жизни? Смысл жизни – дарить любовь. А представьте, Отец Небесный, Он дарит любовь, и если Он тебя видит, что ты являешься похожим на Него, ты Его Сын, ты тоже даришь любовь, ты перестроился из потребителя в даятеля, Он тебя будет благословлять. Ты будешь таким счастливым человеком, ты будешь полноценно, ты будешь наполненным любовью Божией еще, 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 еще. На любом этапе Бог будет наливать в тебя любовь. Вера твоя будет расти. Это не означает, что она осталась в третьем пункте. Нет, она будет расти, она будет зрелой. Ты будешь уже не для себя получать, а для них будешь получать. Уже для других будешь получать. Иисус висит на кресте и о себе не заботится. Чуть-чуть попросил пить. Он такой говорит, отче, пожалуйста, прости им эти грехи, уже о них заботятся. Ты уже о себе подумай. Ты уже умираешь. Нет, Он говорит, что я? Я иду к Отцу. Отче, прости их, ибо не знать, что делать. Видите, зрелости Иисуса. Он никогда так не молился. Господь, не кажи их. Так сильно просто. Нет. Он говорит, прости их. Прости, помилуй их. Пусть у них все, и не вменится то, что они сейчас глумятся надо мной. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы осознаем. Осознаем, почему есть, может быть, неудовлетворение в нашей жизни. Почему есть, как бы нету радости. Я вам скажу, радость приходит от того, когда ты даешь. Вот почему Бог испытывает массу радости, потому что он дает. Когда он видит, что его дети получили, и радуется, он от этого радуется. Он радуется, смотря на нас. О, ему классно, ему нужно это. Я рад за него. Он так радуется за нас, потому что он дает. Давайте. У вас есть, что дать. У вас есть, у вас есть любовь. И она у всех, у кого-то большая, у кого-то маленькая, но все могут дарить любовь, даже дети могут дарить любовь и быть внимательными. Поэтому, вот это и есть важность. Быть родителем, перерастать, хотя бы осознавать, что такой пункт существует. Если тебе далеко еще, ты не можешь потянуться, то знай, что он тебя ждет. Пусть тебя Бог благословит.